В Москве сегодня с коротким и довольно засекреченным визитом побывал один из самых известных и богатых русских американцев Сергей Брин, студент, 10 лет назад основавший в гараже интернет-компанию Google и заработавший на этом 20 миллиардов долларов, объект искренней зависти компьютерщиков всего мира В Америку вместе с родителями Брин переехал, когда ему было всего 6 лет По-русски он говорит с акцентом и периодически вставляет английские слова Но единственное за время этого визита телеинтервью все же дал на русском языке О будущем всемирной паутины миллиардера в футболке расспросил Сергей Малоземов Сразу видно, костюмы от Бриони этого 34-летнего богача совсем не интересуют Сергей Брин увлечен другим, меняя интернет, он меняет жизнь на планете Уже много лет говорят, что традиционные средства массовой информации, газеты, радио, телевидение будут вытеснены полностью интернетом, но этого почему-то не происходит Почему? Я не думаю, что они будут вытеснены интернетом Я думаю, что просто для них другой выход И некоторые вещи будут напечатаны в бумаге, некоторые вещи будут электронно И больше и больше будут электронно Но все равно нужны газеты, нужно писать или нужно интервью делать и так далее Так что я не думаю, что это одна вещь кончится, другая начнется Принято говорить, что сейчас мы живем в эпоху интернета второй версии, веб 2.0 Когда пользователи не только читают, но и сами пишут, создают содержимое интернета Но это создает много проблем Многие даже говорят, что интернет стал похож на помойку, где невозможно ничего как следует найти Есть такая версия, что на смену веб 2.0 придет веб 3.0, интернет, в который будут пускать по паспорту Я не думаю, что надо пускать по паспорту Я думаю, что очень важно иметь много информации от очень много разных людей От многих разных пользователей И это работа компании, как наши и других Помогать людям просматривать самые лучшие, самые интересные вещи для них Интернет сейчас стремительно проникает в мобильное устройство Со своего сотового телефона я могу прочитать почту, посмотреть телепрограмму, открыть карту, найти нужную улицу В чем здесь будущее? Интернет проникнет вплоть до утюгов и кофеварок? Я думаю, что уже есть утюги и кофевары, которые на интернет Но я думаю, что это абсолютно правильно То, что мобильные телефоны, интернет на них, это очень важная вещь И сейчас пока что интернет используется на телефоне не так же хорошо, как прям сидишь у компьютера на быстром соединении Но в будущем я надеюсь, что это будет ближе и ближе Гораздо больше людей в мире имеют телефоны мобильные, чем имеют компьютеры Я думаю, что это большая часть будущего интернета Вы заработали огромное состояние, вы очень богатый человек Зачем сейчас вам работать? Я наслаждаюсь моей работой И то, что богатый или нет, я счастливый, потому что я наслаждаюсь, чем я делаю И это на самом деле главное богатство Попрощавшись с нами, Брин и вся его семья, родители, брат и бабушка растворились на московских улицах Они хоть и эмигрировали почти 30 лет назад, связи с российскими друзьями и родственниками сохранили Теплая встреча таким гостям, надо думать, теперь обеспечена в любом доме Сергей Малоземов, Александр Стволин и Сергей Кузнецов, НТВ, Москва Кстати, на сайте нашей телекомпании в интернете вы можете посмотреть полную версию эксклюзивного интервью Сергея Брина Заходите в тройное wntv.ru Продолжение следует...